Всем привет! В эпоху расцвета гонконгского экшена вышел отличный азиатский боевик, который у нас известен как «Зло во благо». Этот фильм также распространен и по другими названиями. «Над законом» — прямо как дебютник со Стивеном Сигалом, и второе название «Исправляя ошибки». Режиссером картины выступил Кори Юэнь, разносторонний деятель азиатского кинематографа. Он не только режиссировал фильмы, но и выступал в качестве актера-продюсера-сценариста. Если брать режиссерские работы, то я бы отметил «Ниндзя в логове дракона» и картину «Не отступать, не сдаваться». Кстати, в фильме «Зло во благо» он также сыграл одну из ролей. В главных ролях Юэнь Бяо и Синтия Ротрак. Сюжет трогает острую и актуальную в любой точке земного шара проблему — несовершенство и коррозии правоохранительной системы. Главный герой картины — молодой прокурор Ся Лин Чин, который не смог посадить одного из идиозных представителей преступного мира Гонконга, поскольку тот жестоко разобрался с главным свидетелем по делу и близкими ему людьми. Разочаровавшись в правоохранительной системе, прокурор решается на самосуд. А по его следам идет дама-полицейская Сэнди Джонс в исполнении Синтии Ротрак. Юэнь Бяо получил главную роль, и с уверенностью можно сказать, что это одна из его лучших самостоятельных ролей 80-х, поскольку его тогда хорошо знали именно как неотъемлемую часть знаменитого трио в лице Джеки Чана, Сэма Хуна и Юэня Бяо. Синтия Ротрак успела сняться в нескольких успешных боевиках в Гонконге, но именно зло во благо она называет своим любимым фильмом. Интересно, что актриса изначально должна была сниматься с Джеки Чаном в фильме «Доспехи Бога», где та должна была исполнить роль одной из злодеек. Однако эти планы не были реализованы, поскольку прыткий Джеки в очередной раз получил травму, и повреждение было серьезным, в результате чего съемки картины были приостановлены. В итоге Синтию определили в качестве главной женской актрисы в картину «Зло во благо». Синтия не владела ни кантонским, ни мандаринским диалектом, поэтому свои реплики она проговаривала на английском, и уже на стадии постпродакшена ее дублировали на китайские диалекты. Несмотря на то, что Синтия сама активно работает на съемочной площадке, входят слухи, что ее несколько раз дублировал каскадер и хореограф боевых искусств Мэн Хой. Юэнь Бяо, как и его экранный товарищ Джеки Чан, также нередко рисковал своей жизнью, ставя опасные трюки. В одном из эпизодов герой Бяо прыгнул со второго этажа дома и травмировал спину, несмотря на то, что приземлился на специальную подкладку под травой. Второй невероятный трюк был выполнен в конце фильма. Сцена с самолетом на высоте 4000 футов, а это около 1200 метров. Актер самостоятельно отработал на такой высоте и хотел сам прыгнуть с самолета, но из-за ограничений Новой Зеландии, где снималась эта сцена, и противоречий со страховой компанией ему этого не дали сделать. И вместо него трюк выполнил профессиональный парашютист. Но несмотря на такую перестраховку, во время съемок эпизода трос, который держал актера, оборвался. И он приземлился на воздушный матрас. Члены съемочной команды уже подумали, что актер сломал себе позвоночник. Бяо не пострадал, но утверждает, что это была самая опасная выходка за всю его кинокарьеру. Правда, я так и не нашел информации о том, с какой именно высоты произошел обрыв троса. Если бы это случилось на заявленной высоте в 4000 футов, то Юэня, вероятно, могло бы спасти только чудо. Не обошлось и без происшествий для самой Синтии Ротрак. Когда она отрабатывала свои движения, то повредила правую крестообразную связку. И вместо того, чтобы заняться своим здоровьем, она просто использовала для ударов левую ногу. Стоит сказать и об актере Мелвине Вонге, который сыграл одного из главных злодеев – продажного полицейского. С кем в финале состоялась разборка? Наверняка те, кто смотрел фильм, обратили внимание на его достаточно атлетичное для азиата телосложение. Чтобы не ударить в грязь лицом, актер тренировался не с кем иным, как с Болой Йенгом. Результаты этой тренировки можно увидеть в финальном поединке. Героя и злодея. Если верить словам Мелвина Вонга, то постановкой этого боя занимался Сэм Эхун. В одном из своих интервью Синтия Ротрак рассказывала, что съемки этого самого поединка заняли около месяца. В фильме «Ближе к финалу» состоялся, по мнению некоторых зрителей, лучший женский бой в кинематографе. На экране схлестнулись Синтия Ротрак и Карен Шепард, которая сыграла злодейку-киллершу. Шепард попала в фильм по рекомендации Синтии Ротрак. Зритель по итогу увидел, как Ротрак размотала Шепард и отправила ее в мир иной. Интересно, что Карен не хотела, чтобы ее персонаж погиб, поскольку считала, что это нанесет вред ее карьере. Но режиссер Кори Юэнь схитрил и обманул барышню, сняв ее побег после боя. А сам при помощи дублерши сотворил сцену ее гибели. Помимо того, что Шепард отказывалась погибать, Карен также отказывалась сниматься в другом эпизоде. Тот самый момент, где по сюжету ее злодейка убила подростка. Но неприятный эпизод все же попал в картину. Карен Шепард вспоминает, что во время съемок она испытывала постоянную боль из-за суровости боевых сцен. Наверняка многие знают, что в гонконгском экшене некоторые актеры калашматят друг друга в полный контакт. Шепард утверждала, что каждый вечер пользовалась иглоукалыванием и услугами травника, чтобы восстановиться к следующему дню. Сама же Синтия, имея солидный опыт в азиатском боевом кино, говорила, что делала все, что требовали творцы тех фильмов. Неважно, больно было или нет, но выкладываться приходилось на полную катушку. Первоначальная концовка фильма оказалась весьма мрачной. Героиня Синтии Ротрак была достаточно сурово убита главным злодеем. Погиб, собственно, и персонаж Юэня Бяо. Однако на тестовом показе фильма в Гонконге зрителям не понравился финал, и Синтию выдернули из Лос-Анджелеса, где ей пришлось приостановить съемки боевика «Чайна О'Брайан» и срочно вылететь назад в Гонконг, чтобы сделать пересъемку. Но в итоге было несколько версий концовки. Собственно, сам мрачный финал с гибелью героев. Насколько я понял, эту концовку оставили именно для Гонконга. В альтернативном финале, который использовался для английской и мандаринской версии фильма, все закончилось тем, что герои выжили, но при этом персонаж Юэня Бяо был приговорен к тюремному заключению. К восьми годам, причем в мандаринской версии картины героя закрыли пожизненно. Также существовала неиспользованная редакция гонконгской версии фильма, где после падения главного героя в воду мимо него проходит яхта, на которой женщины заметили героя и хотели его спасти, но владелец яхты просто повернул ее в другое направление. Интересно, что в 2022 году фильм вышел на Blu-ray в Британии, где зритель мог самостоятельно выбрать финал фильма, либо, если же он не мог определиться с концовкой, то вместо него эту операцию проворачивал рандомайзер, выбирающий финал самостоятельно. По мнению поклонников азиатского экшена, Синти Ротрак ни одним из своих американских фильмов не смогла и близко по качеству подобраться к текущему фильму. Кстати, а вы смотрели этот суровый боевичок? Обязательно пишите свое мнение, либо если вы только собираетесь его посмотреть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра, любви, мира и до новых роликов.